Добрый день! Тема сегодняшней лекции – современные аспекты невынашивания беременностей и переношенная беременность. Итак, невынашивание беременности – это самопроизвольное перерывание ее в сроки от зачатия до 36 недель плюс 6 дней. Самое удовлетворительное окончание беременности – это роды в сроки между 37 неделей и 41 неделей плюс 6 дней. Если беременность продолжается более 42 недель, то эта беременность называется переношенная беременность, так как вид на вот этом экране. Невынашивание беременности, то есть все, что происходит до срока гестации 36 недель плюс 6 дней, делится на две больших группы. Когда происходит самопроизвольный выкидыш – это срок гестации 21 неделя плюс 6 дней, или преждевременные роды – все, что после 22 недель, но до 36 недель плюс 6 дней. Почему идет такое деление по срокам гестации? Потому что все, что родилось до 21 недели плюс 6 дней, называется укидышем. И плод, и ребенок здесь называется плод. Все, что родилось после 22 недель, называется уже иначе – роды. И это регистрируется в журнале «Родах» и в органах ЗАГС. В свою очередь самопроизвольный выкидыш делится на два больших класса. Это ранний выкидыш, то есть все, что произошло до 12 недель беременности, и поздний выкидыш. Ну, в структуре прерывания беременности нужно отметить следующее. Как видно из этого слайда, всего лишь 30% всех беременностей, они заканчиваются живорождением. То есть на самом деле из всех беременностей, которые происходят, только 30% заканчиваются тем, что родился живой ребенок. 10% находятся в категории невынашивания беременности, но это те проблемы, которые мы клинически с вами наблюдаем. То есть мы видим, что действительно женщина была беременна, и эта беременность закончилась тем, что у нее произошел выкидыш. Есть еще такая категория, как ранние потери или имплантационные потери в том числе. То есть это те потери, так называемые доклинические, о которых ни сама женщина, ни тем более медицинский работник даже не могут подозревать. Что это такое? Это на самом деле то, что происходит в результате того, что женщина даже не знает о том, что она была беременна. Были какие-то незначительные задержки месячных, были какие-то непонятные выделения, женщина даже на них не обратила внимания, но на самом деле это была беременность, которая не состояла. И это составляет порядка 30% ранней потери и 30% имплантационные. Таким образом, около 70% зачатий прерываются вообще до рождения живого плода. Ну, на самом-то деле существуют две так называемые основные проблемы, которые приводят к прерыванию беременности до 12 недель беременности, то есть ранний самопроизвольный выкидыш. Первая, основная такая большая проблема, это состояние самого эмбриона и его хромосомные аномалии. То есть причина выкидыша может быть в самом плоде. Он недостаточно здоров, у него какие-то аббревиатуры в хромосомах, и поэтому он развивается не очень здоровым. И поэтому сама природа от него избавляется. Эти эмбриональные или хромосомные аномалии могут развиваться до нового, то есть новые, совершенно не связанные с здоровьем родителей, и которые связаны непосредственно с наследственной предрасположенности родителей, ношение ими того или иного гена в развитии этого новорожденного. Ну, к этому могут привести гормональные нарушения, внешние факторы и так далее, и так далее. Вторая большая проблема – это состояние эндометрия, то есть характеристика, которая обусловлена многими причинами. Эндометрий нужен для того, чтобы в него нидировалась оплодотворённая яйцеклетка. Настолько, насколько эндометрий будет здоров, настолько будет успешно протекать беременность, которую эта женщина будет вынашивать. Но нужно помнить о том, что и при первой, и при второй группе причин наибольшее значение и там и там имеет нарушение процессов имплантации и неправильного формирования плаценты. Потому что и нездоровый эмбрион, и нездоровый эндометрий приводят к тому, что нарушается сам процесс имплантации и, соответственно, формирования здоровой плаценты. Что приводит к тому, что ребёнок не может получать в достаточном количестве питательных веществ, кислорода, и, соответственно, его развитие будет отставать. Ну, вот на этом картинке, на этом слайде видно, как же вообще возникает жизнь в организме женщины. В определенный момент из яичника выходит яйцеклетка, происходит её оплодотворение и начинается немедленное её деление. И оплодотворённая яйцеклетка опускается в полость матки практически на 4-6 день после оплодотворения, где-то в среднем через 7 дней, на стадии уже 8-го деления. Вот вам, пожалуйста, очень интересный снимок, как идёт погружение оплодотворённой яйцеклетки в эндометрий. Смотрите, какой он богатый, кровоснабжён, очень яркий, сочный. Если же он будет недостаточно кровоснабжён, то яйцеклетка в тот или иной момент просто погибнет. Есть ещё один термин, о котором вы должны знать – привычная потеря беременности или привычный выкидыш. То есть мы с вами решили, что невынашивание – это состояние, когда происходит рождение ребёнка или плода до срока его доношенности, до 37 недель беременности. А вот термин «привычный выкидыш» – это два последовательных выкидыша, которые требуют уже обязательного обследования и проведения комплекса мер по подготовке к беременности. То есть если выкидыш произошёл один раз, то, возможно, это связано с тем или иным неожиданным фактором. И второй раз этот фактор может просто не повториться. А когда происходят два последовательных выкидыша, то это уже формируется фактор риска, в котором доктор следует разобраться. Но, как правило, привычное прерывание беременности до 5 недель – это эмбриональный или генетический фактор. А вот после 7 и 10 недель – это неполноценная инвазия трофобласта. То есть когда в силу ряда причин оплодотворённая яйцеклетка не может погрузиться достаточно глубоко в эндометрию для того, чтобы благополучно далее развиваться. К тому есть несколько причин. Это может быть гиперандрогения, когда женщина находится в группе риска по повышенному выработку мужского гормона андрогена. Гипоэстрогения, когда напротив идёт низкая выработка эстрогена. Неполноценное развитие самой яйцеклетки, что-то на неё повлияло и развитие её немножечко ухудшилось. Неполноценная секреторная трансформация эндометрия, то есть эндометрий сам нездоров, и поэтому даже если всё благополучно и эмбрион развивается благополучно, он не может в этом эндометрии дальше жить, потому что он недостаточно здоров. Ну и недостаточность лютииновой фазы. Это очень ответственная фаза для того, чтобы беременность протекала удовлетворительно, потому что здесь формируется жёлтое тело, и в жёлтом теле секретируется прогестерон. Ну, прогестерон – это главный гормон беременности, без которого беременность не может благополучно развиваться. Об этом говорит само название этого гормона – прогестерон. Гестоз переводится как «беременность», «про предшествующей беременности». Так вот, если предшествующий беременности гормон неполноценен, то, соответственно, беременность благополучно протекать не может, если удалось просто забеременеть. Что делает прогестерон? Он обеспечивает секреторную трансформацию эндометрии и имплотацию эмбриона. То есть во второй фазе эндометрий накапливает большое количество белка, аминокислот. Поддерживает все то, что будет первые несколько недель обеспечивать жизнеспособность вновь развивающегося организма. Поддерживает баланс между про- и противовоспалительными цитокинами, то есть иммунная толерантность к беременности. То есть подавляет иммунитет для того, чтобы организм матери не отторг будущую беременность, которая лишь на 50% представляет ее клетки и 50% чужеродные для материнского организма. Конечно, обладает такой способностью как токолитическое действие на эндометрии и на сохранение шейки матки. То есть матка должна быть достаточно полноценно расслаблена для того, чтобы в ней благополучно развивалась беременность. И при этом шейка не должна преждевременно открываться. То есть шейка – это то запирательное кольцо, которое поддерживает благополучное нахождение беременности в полости матки. Следующее, что чаще всего развивается уже в более поздние сроки, после 10 недель беременности – это антифосфолипидный ритм синдром. Синдром, который ставится по двум основным критериям. Первое – это должна быть клиника, и второе – эта клиника должна подтверждаться лабораторными критериями. Какова клиника? Когда у женщины было несколько антинатальной гибели здорового плода после 10 недель беременности. Или у нее было несколько подряд преждевременных родов. Или у нее были ранние потери беременности. То, что все, что было в более маленькие сроки – 3-4 до 5 недель беременности. И все это подтверждается лабораторными критериями, такими как волчаночный антикоагулянт, антителак кардиолепину, антителак В2-гликопротеину. То есть вот эти антикоагулянты вы могли услышать на такой дисциплине, как кардиология. Когда вам читали, вероятно, лекции по заболеваниям, связанные с этой проблемой. Ну и когда идет с перерывом не менее 12 недель. Ну и причиной спорадических выкидышей, которые практически не имеют никакого объяснения. Нету ни антифоскалипидного синдрома, нету генетических каких-либо изменений. И преждевременные роды, как правило, связаны с инфицированием. После 15-16 недель какова же причина потерь, преждевременных потерь? Это прежде всего инфекция, о том, о чем я говорила вам ранее. Ну и измек, цервикальная недостаточность. Потому что идет локальная иммуносупрессия, характерная для беременности в этих сроках, которая позволяет для развития той или иной инфекции, которая вне беременности просто не развивается, потому что у женщины хороший иммунитет. А поскольку развивается беременность, иммунитет снижается и собственная флора, которая вчера была, женщине это безразлично, сегодня она начинает развиваться в виде инфицирования. Каково же лечение? Ну, всегда, во все времена, все говорили, надо лечь, нужно госпитализироваться и не нужно двигаться для того, чтобы не произошли преждевременные прерывания беременности. Однако на сегодняшний день практика показывает следующее, что наоборот, если женщина будет лежать, гораздо больше отрицательного, чем положительного. Ну, во-первых, обездвиживание абсолютно не приводит к тому, что беременность будет сохранена, потому что мы с вами ранее увидели, что причина преждевременных прерываний абсолютно не в том, что женщина физически чем-то перегружена. На самом-то деле причины совсем другие, но длительное обездвиживание приводит к тому, что развивается мышечная атрофия, сердечно-сосудистые нарушения, изжога, запор, голодная боль, плохой сон и, в конце концов, депрессия, стресс, прибавка в весе. Ну, вот большое датское исследование показало, что только 3-7 дней пребывания в беременной стационаре уже практически в 12 раз повышают риск тромбоэмболических осложнений. И это очень высокая цифра, потому что тромбоэмболические осложнения – это прежде всего тромбоэмболия легочной артерии. Это грозное осложнение, которое практически сегодня не может справиться ни одно государство. Легче его предупредить. Ну, на этом слайде я указала, каков же риск на самом деле самопроизвольного выкидыша. Мы с вами решили, что выкидыш – это всё, что происходит у 21 недели плюс 6 дней. Если это первая беременность, то практически выкидыш – угроза у 13%. И вот здесь вот демонстрируется, что чем больше выкидышей, тем больше риск потери следующего ребёнка. И как вот здесь вот вы видите, если у женщины было 3 выкидыша, то риск того, что следующий увеличивается практически в 3 раза. Ну, поэтому на самом-то деле основная причина здесь на сегодняшний день – это повреждение половых хромосом на стадии оогенеза, сперматогенеза или эмбриогенеза даже в парах с нормальным кариотипом. То есть тогда, когда пара практически и не беспокоится, и считает себя здоровой. Поэтому предупредить, вылечить невозможно. Предупредить есть достаточно известные моменты. Ну, это прежде всего изменение образа жизни, коррекция питания, исключение таких проблем, как курение, алкоголь, наркотические средства, улучшение социально-бытовых условий, приём фолиевой кислоты, при этом не только мамы, но и будущего отца. Поскольку практическое – это нечестно по отношению к ребёнку, когда идёт преждевременное прерывание беременности, это большая психологическая нагрузка на матери, и на сегодня очень сложно предупредить эти репродуктивные потери. Наилучшим остаётся их предупреждение – это планирование беременности. Планирование после выкидыша – это, как правило, первые 6 месяцев. После выкидыша в более поздние сроки, 14-19 недель, нужно планировать ещё раньше, то есть через 9-12 месяцев. Ну и очень важно соблюдать интергенетический интервал, который составляет не менее 24 месяцев, то есть 2 года, между последней беременностью и следующей. Если женщина имеет эндокринные осложнения или те или иные заболевания, на фоне которых она забеременела, эти заболевания нужно продолжать лечить. Поэтому эта категория женщин ведётся совместно с эндокринологами. А если это синдром поликистозных яичников, то видите, когда в яичнике формируется большое количество неполноценных пицциклеток, их много, но они не вызревают, то идёт помощь в лице гистогенов. Итак, мы с вами закончили невынашивание беременности, её первый класс – самопроизвольный выкидыш. То есть всё, что происходит до срока гистации 21 неделя плюс 6 дней. А если женщина благополучно прошла этот срок и благополучно перешла в срок гистации 22 недели, но беременность закончилась до следующего срока, 36 плюс 6, это всё называется преждевременные роды. В свою очередь преждевременные роды делятся на следующее – на очень ранние, ранние и преждевременные. Такое деление сделано тоже не просто так. Это сделано для того, чтобы мы могли знать, где эта женщина должна рожать. Вот это срок очень маленькие дети, поэтому эту женщину желательно госпитализировать на третичный уровень, где сконцентрирована достаточно аппаратуры, чтобы этого ребёнка выходить. Это тоже ребёнок уязвим, но он роды, возможно, и на вторичном уровне. А вот эти практически сегодня рожают у нас и на первичном уровне. Ну, видите на этом слайде, что треть всех преждевременных родов приходится на срок гистации 28-33 недели. Срок, в принципе, который не может привести к гибели ребёнка, но и тем не менее ребёнок не очень полноценен. Ну и каковы же основные причины прерывания беременности? Это 40% вследствие инфекции, 30% в связи с преждевременным излитием околоплодных вод, тоже, как правило, обусловлены инфекцией, ну и остальное – это истмико-цервикальная недостаточность. Помимо этого, есть другие причины, значимые для преждевременных родов. Это хронический дистресс плода, который обусловлен той или иной экстрагенитальной патологией, тромбофилические нарушения. И не менее важное на сегодня – это перерастяжение матки при многоплоде. На сегодняшний день это становится всё более актуальной, потому что многоплодная беременность и становится всё больше и больше вследствие активного развития в нашей стране ЭКО. Ну, выхаживание недоношенных детей, оно очень тяжело, но тем не менее эти дети требуют больших затрат не только со стороны медицинских работников, большие затраты со стороны государства, большие затраты со стороны родителей. Этих детей становится всё больше и больше, поэтому на сегодняшний день есть 17 ноября, который считается международным днём недоношенных детей. Ну, вот нужна такая очень дорогостоящая аппаратура, которая создаёт практически условия внутриутробного существования этого ребёнка. Требуются большие человеческие ресурсы, энергетические для того, чтобы этого ребёнка сделать полноценным. И поэтому на сегодняшний день, учитывая многозатратность для того, чтобы этого ребёнка выходить, на первое место уделяется большое место профилактике преждевременных родов на уровне всей популяции беременных женщин. Ну, это прежде всего обследование вне беременности женщин групп высокого риска, потому что, если вы вспомните, основной причиной преждевременных родов является инфекция. Поэтому прежде чем молодая пара решит планировать беременность, нужно подготовиться к ней. Контроль инфекционных осложнений, но в мировой практике принят скрининг на инфекции при первом посещении врача, потом проводится каждый месяц оценка бактериории и мазка по граммам. Это уже когда женщина беременна. Своевременная диагностика истмика цервикальной недостаточности, потому что мы можем пропустить, шейка начнет открываться и начнутся проблемы с преждевременными родами. Проведение профилактики плацентарной недостаточности практически с первого триместра в группах риска, рациональная терапия экстрагенитальной патологии, ну и профилактика преждевременных родов путем повышения качества беременной женщин уже на уровне всей популяции. Но что это значит? Это не только медицинский работник должен участвовать в профилактике преждевременных родов, потому что мы можем охватить только 15% успеха, а это сама вся популяция, все остальное это государство, окружение самой женщины, ее работа, предыдущие беременности и роды и так далее. Все должно быть направлено на то, чтобы женщина благополучно эту беременность выносила. Концентрация таких пациентов в учреждениях первичного и вторичного уровня должна быть, тогда у нас будет больше шансов выходить этого ребенка. Нужен высокий профессионализм врачей, которые могут прочитать и понять гемостазиограмму, сделать выводы из иммунограммы, все, что связано с этой беременностью и с этим преждевременно рожденным ребенком. Итак, мы благополучно выносили беременность, и у нас уже 40 и более недель, и женщина не рожает. У нас возникает вторая проблема – это беременность переношенная. Что же с ней делать? Видите, не такой уж и маленький процент, от 4 до 14% от всех родов являются переношенной беременностью. Это беременность, которая продолжается 42 и более недель, то есть 294 и более дня со дня первой месячной. Роды при такой беременности называются запоздалыми, и ребенок, как правило, рождается с признаками перезрелости. Однако здесь я хотела бы обратить ваше внимание, что есть переношенность и есть перезрелость. Переношенность – это, как правило, понятие календарное, то есть мы считаем и видим, что у нас 42, у женщины 42 и более недель. А перезрелость – это, когда мы даем характеристику ребенку, и по нему уже видим о том, что он перезрел. Есть еще такие термины, как истинно переношенная беременность. Это та беременность, которая продолжается 42 и более дня после первого дня, с первого дня последней ментуации, и сопровождается рождением ребенка с признаками перезрелости. А вот пролонгированная беременность – это когда, да, она тоже длится более 294 дней, однако ребенок родился доношенной, и признаки перезрелости у него нет. Какова же клиническая картина? Уменьшается объем живота на 5-10 см, снижается тургор кожи беременной, снижается масса тела беременной, потому что уменьшается количество околоплодных вод, уменьшается улонно-мечевидное расстояние при переношенной беременности, то есть уменьшается высота дна матки. Если при переношенной беременности она была 36 см, пролонгированная – 35 см, а вот доношенная – она всего лишь 34 см. Увеличение плотности матки, так как уменьшается количество околоплодных вод и создается такое ощущение, что матка в постоянном тонусе, отмечается маловодие, в связи с этим ограниченная подвижность плода. Ребенок охватывается плотно маткой и при влагалищном исследовании отмечается увеличение плотности костей черепа, узкие швы и роднички. Изменяется характер сердечных тонов при аскультации. Все это, конечно, не специфично только для переношенной беременности, но свидетельствует о начавшейся гипоксии плода, которая связана с пациентарной недостаточностью. Из молочных желез начинает выделяться молоко вместо того, чтобы выделялось молозиво, то есть этап формирования молозива перешел уже на более высокий этап формирования молока. Ну и частое наличие незрелой шейки матки, хотя она должна бы уже и созреть и готовиться к родам. Новорожденные, в свою очередь, тоже имеют признаки переношенности, а повышенная плотность костей свода черепа, потому что ребенок уже должен родиться и плотность увеличивается вне утромного существования. Сужение швов и родничков, резкое уменьшение или полное отсутствие первородной смазки. Уменьшается подкожно-жировой слой, снижается тургор кожи вследствие этого. Имеются характерные признаки шелушения, то есть формируется рука брачки или банные ступни. Увеличивается длина ногтей, отмечаются плотные хрящи ушных раковин и носа. Каковы же осложнения? Очень высокая частота мертворождения, так как отмечается маточная плацентарная недостаточность. И старение плаценты. Вот на этом слайде вы видите сравнение. Вот посмотрите на вот эту плаценту и на эту. Эта плацента, видите, богато кровоснабжена, она ярко-сочного цвета, сохранены практически все сосуды. И ребенок с такой плацентой жил удовлетворительно. И вот старая плацента, которой отмечаются сосуды спавшиеся, даже цвет у нее немножечко иначе, он более темного серого цвета, вследствие того, что снижено кровоснабжение. Раз старение плаценты, значит уменьшается количество сосудов, которые связаны с маткой. Если уменьшается количество сосудов, уменьшается количество поступаемого кислорода, и поэтому снижается жизнеспособность внутриутробного плода. Отсюда и осложнение. Высокая частота мертворождения, так как отмечается маточно-плацентарная недостаточность, поэтому мы должны родоразрешить эту беременность в сроке 41 полной недели. Но, как правило, шейка не зрелая, поэтому не происходит родов. Мы должны еще раз пересчитать срок гистации. Идет родоразрешение путем индукции родов. При этом в родах очень строгий контроль за состояние внутриутробного плода. Ну и, как правило, сопровождаются такими осложнениями, как тем, что роды затянулись вследствие того, что развивается слабость родовой деятельности. И поскольку плацента уже стара, то ей гораздо труднее выдержать роды, поэтому развивается дистресс плода, то есть его неудовлетворительное состояние. И если мы вовремя это не заметили, то очень высокий риск того, что ребенок рождается мертвым. Ну и в завершение я бы хотела сделать маленькое резюме. На протяжении всей беременности самое удачное родоразрешение, которое удовлетворяет и ребенка, и маму, это срок гистации 37-41 недели. Тогда, когда ребенок доношенный, роды срочные, он в хорошем состоянии, плацента еще не стара и не молода и благополучно сопровождает ребенка на протяжении всех родов, и все удовлетворены, женщина уходит домой с живым ребенком. Все, что происходит до этого, называется невынашивание беременности. То есть беременность не доходит до своего логического удовлетворительного конца рождением здорового, доношенного ребенка. И в этой стадии мы делим на два больших блока. Все, что до 22 недель, называется выкидышем. Все, что после 22 недель, называется родами. Все, что до 21 недель, это, как правило, неживой, нежизнеспособный плод. В этой категории тоже большая проблема, потому что дети, рожденные преждевременно, в группе большого риска по выживанию. Следующая большая группа – это более 42 недель. Здесь ребенок подвержен тоже большим осложнениям, потому что беременность заходит за рамки срочных родов и называется переношенной, и тоже неудовлетворительная. Таким образом, мы с вами разобрали переношенная беременность и ее невынашивание. Спасибо за внимание.